Срач стоит такой, что невозможно разговаривать. Вой, стон, оскорбление. Узнали? Согласны? Они могут пытать, убивать, насиловать, и им средний палец не покажи. Я спрятала за вами этот неприличный жест. Вы отстали от жизни. Здравствуйте, это «Текущий момент». Новый выпуск. Меня зовут Елена Малаховская. Прямо сейчас к нам присоединяются писатель и публицист Виктор Шандерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. За неделю у нас, как всегда, накопилось, местами даже накипело, поэтому начнем незамедлительно. Разве что попрошу поставить лайк. С вашим лайком наше видео быстрее понесется по венам Ютьюба. Беспилотники атаковали Севастополь. Один беспилотник упал в Подмосковье. Сначала писали даже, что со взрывчаткой, а потом официально заявили, что нет, без. А на неделе авиабомбы упали на Белгород. Российские авиабомбы. Власти сразу же это признали, надо сказать. То есть буквально жители Белгорода, получается, испытали на себе. Без большого количества жертв и пострадавших. Но все-таки, что такое, когда Россия бомбит только военные объекты в Украине? Как вы думаете, это произошедшее сильно сократит количество тех, кто поддерживает войну? Ведь вот он мир, про который мы говорили, что он рано или поздно начнет рушиться прямо вокруг людей. Кажется, это оно. Ну, понимаете, видимо, недостаточно оно для того, чтобы люди заговорили вслух. Как они оценивают это у себя на кухне? Как, что вечером говорили про эту войну, про эту спецоперацию, да, как ее называли? Те люди, рядом с которыми взорвалось, с которых стекла повылетали там, да, или что-то такое, рядом с которыми это случилось. Вот это была бы настоящая социология. Но никаких инструментов для того, чтобы они заговорили, для того, чтобы их негодование, раздражение, да, угрюмое такое-сякое раздражение, протест, вышли наружу в социологию. Этих инструментов нету, разумеется. Поэтому мы можем только догадываться, как хвалили Путина в тот вечер, когда рядом это взорвалось. Поэтому вы же помните, что падали самолеты в Краснодаре, да, и с жертвами. И ничего с социологией не сделалось. Повторяю, с той социологией, которую нам предъявляют, а та социология, которая угрюмо бурлит где-то внутри, да, тектоническое это дрожание, оно однажды, конечно, выйдет на поверхность, и мало никому не будет, но опять-таки в нелегитимных формах, скорее всего. Мы не знаем, мы можем только догадываться, исходя из просто здравого смысла, что говорит человек, когда рядом вот такое вот случается. Говорит ли он слава Путину, как хорошо, что у нас Путин, или он говорит что-нибудь другое, частично ненормативное. Вот и вся социология. А тут есть о чем поговорить еще на уровне, так сказать, на уровне русского языка. Минобороны назвало произошедшее блистательно, абсолютно пушкинским, четырехстопным ямбом, нештатный сход боезаряда, да, просто онегинская страфа там уже где-то светится впереди. Да, мой дядя из самых честных правил. Нештатный сход боезаряда. И этот нештатный сход боезаряда вкупе со всеми бесконечными хлопками, задымлениями, подтоплениями, да, то есть вот с этим языком, который катастрофу описывает какими-то странными словосочетаниями. Все это, конечно, в советской памяти моей отсылает к южнокорейскому Боингу, те, кто постарше помнит пассажирскому самолету, который в 83-м году сбили советские истребители, весь, и погибли несколько сот человек, пассажиров. А сообщение ТАСС об этом говорилось, что самолет продолжал движение в сторону Японского моря или там Южно-Охотского моря какого-то, по вертикали, по горизонтали, почему он, куда он продолжал движение. Вот это умение сказать и не сказать. Нештатный сход боезаряда. Да, такая поэтическая формулировка. Вместо того, чтобы сказать вот эти кранты, да, вот эта война пришла сюда. И она еще не та, это она случайно пришла. Однажды она придет не случайно, вполне возможно. Не знаем, как повернется. Но, повторяю, возвращаясь к вопросу о социологии, мы о ней можем только догадываться, исходя из здравого смысла. Но нам ничего не, да, нам ничего не расскажут эти люди. Эти, у них нет инструмента. Вот в чем катастрофа социальная. Да, у них нет, в стране нет инструмента выхода социологии. Поэтому все глушится. Поэтому все выйдет, как однажды всегда выходит, такое глухое раздражение наружу, каким-нибудь свящом, каким-нибудь боком. Меня больше всего на этой неделе, пожалуй, поразило, если мы о словах говорим, то в устах Пригожина прозвучало слово «гуманизм» и при дичайших, разумеется, обстоятельствах. Он заявил, что чувака Вагнера больше не будет брать пленных. Ну, то есть фактически будет убивать всех, кого видит на поле боя. Это было в ответ на публикацию аудиозаписи, на которой якобы украинские военные принимают решение убить захваченного наемника. И такое вот свое новое решение Пригожин Чо Мелочицы назвал законом. Законом трехсотых. Мы, говорит, правило гуманизма нарушать не будем. Гуманизм учитывается там, где ты берешь в плен человека. А мы не будем. Будем уничтожать всех на поле боя. Я, кстати, думала, что если он произнесет слово «гуманизм», то у него голова как-нибудь должна взорваться или еще что-нибудь отвалится. Но ничего не произошло. А зачем он все время расписывается в том, что он зверь и нелюдь? Слушайте, не будем отставать от реальности. Того Пригожина, который два года назад судил меня, значит, сначала гражданским, потом уголовным судом выиграл, разумеется, гражданский, да, за то, что я назвал его уголовником-убийцей, этого Пригожина уже давно нет. Есть Пригожин маршевым шагом, нагло, так сказать, с ноги, открывший дверь в российскую политику. Это сегодня серьезный политический день. Политический день политик адресуется к электорату. Электорат Пригожина, который постепенно становится ядерным, главным электоратом, да, вот какой-то центральной фигурой, которой обращены интересы политика, вот, собственно, взращенной путинской России и вышедшей немножко уже, по-моему, из-под контроля, этот ядерный электорат, который сегодня, ах, очень хорошо окучивает, очень удачно окучивает Пригожин, политик Пригожин. Уголовник-убийца он остался, но он серьезный федерального масштаба политик. Так вот, в устах Пригожина гуманизм звучит с совершенно очевидной ухмылкой. Это г-г-г, к гуманизму прилагается ухмылка, типа, ладно-ладно, типа, знаем-знаем. Без этого г-г никакого гуманизма, конечно, нет. И это г-г, в сочетании с гуманизмом, очень хорошо кушает его ядерный электорат. Это очень хорошие очки ему приносит. Это очень ловкий и точный выход политикам, которые очень хорошо чувствуют свой электорат. Это такой Жириновский, немножко в другой интонации, гораздо более в буквальном смысле опасный, потому что Жириновский все-таки был клоун, демагог, а этот конкретный убийца. Сменились немножко времена, но он очень хорошо чувствует свой электорат и набирает в нем очки. И этот гуманизм с укмылочкой, для этого электората это очень хорошо прозвучало, и он набирает очки. А в том мире, где гуманизм употребляется без укмылки, где гуманизм действительно нечто, чем измеряется политика, в частности, и пригодность этой политики, в этих краях пригожен, разумеется, уголовник, убийца, и нет ни одной тяжелой статьи Уголовного кодекса, я думаю, по которой его нельзя было сажать на очень серьезные сроки. Ну и ФБР его разыскивает за вмешательство в выборы, у него полный комплект. И ему в тот мир все равно нельзя, поэтому терять ему нечего. Вы зря удивляетесь, а чего ему? Ему туда-то все равно не ходить. Как только он окажется на территории, где действуют те законы, и где гуманизм произносится без ухмылки по хабни, там-то ему и конец немедленно, он просто садится в тюрьму немедленно. А здесь, где садятся в тюрьму Карамурза и другие приличные люди, а здесь он и политическая элита, и он очень хорошо работает на свой электорат. Так что мне надо его недооценивать, как мне кажется. Вот Пригожин, политик, тут еще одну такую штуку учудил, которую теперь все обсуждают. Пригожин сообщил общественности, что сын Пескова служил в человека Вагнера. Тот самый сын, который осенью сказал, что по повестке он не пойдет, и вопрос этот будет решать на другом уровне. Мы сейчас вспомним, как это было. Мне это самое, если придется защищать Родину, у меня проблем никакой нету этого дела. Просто мне надо понимать цельнообразность моего там появления. Не просто так, я говорю вам просто о политических определенных ситуациях. И вот теперь выясняется, что Николай Песков тайно побывал в Вагнере. Пропагандист Соловьев посчитал нужным немедленно поддержать эту версию, раз уж она есть, и показал нам замаскированного артиллериста из Чебоксар. Так представился человек на видео, которое мы тоже сейчас коротко посмотрим. Вот что он еще рассказал. А на гражданке чем занимались? На гражданке? Ну, работал в разных сферах. То есть в хороших? Хороших. А отчего поехал? Решил поддержать эту операцию. Решил принять участие. Семья против? Поддержали. Но не сразу? Ну, не сразу, конечно, немножко были в шоке, волновались, ну, зауважали мое решение и поддержали. Приятно. Ну, это еще январское интервью, а теперь он рассказал о комсомольской правде, что имеет медаль за отвагу. Все обсуждают, конечно, он, это не он, например, на этом видео. Но мне кажется, это не таким важным, потому что, ну, свозить его там, снять, записать с ним видео тоже небольшая проблема. Мне вот интересно, Пригожин так подставил Пескова, то есть напомнив ту историю, заставив искать какие-то доказательства, какие-то еще слова теперь, чтобы это комментировать? Или это такой договорняк, и скоро мы увидим, например, Медведева-младшего там в рядах Пригожина? Слушайте, ну, во-первых, я, ну, понятно, я сильно сомневаюсь, что это он, ну, по крайней мере, это как минимум не очевидно, но это не так важно. Важно то, что Пригожин имеет такую возможность объявить, что это сын Пескова. А что касается веры тому, что это сын Пескова, ну, конечно, бывают нравственные такие прозрения внезапные. Вот говорил человек, что будет решать на другом уровне, была такая золотая молодежь распальцованная, и вдруг вот такой Гиви с Моторолой в одном лице. Такое, конечно, бывает. Да, такие нравственные взлеты, да, от сына Пескова до Моторолы, да, социальные, такие социальные взлеты, я бы сказал. Но все-таки это довольно редкое явление. Но это частность. Гораздо интереснее другое. Гораздо интереснее то, о чем мы говорили. Пригожин рулит. Пригожин вводит эту тему. Пригожину позволено. Думаю, что договорняк. Думаю, что неловкий договорняк, глуповатый договорняк, потому что веры большой нет. Можно было, в конце концов, показать лицо, да, так сказать, и не прятаться, да. Вот и без этих сложностей. Да, я такой-то, такой-то. Вот воюю, потому что считаю правильно. Но, кстати говоря, на речевом уровне, что-то там уверенности, да, вот такого патриотизма и такого стремления воевать, что-то я не услышал. Он какие-то вялые вещи говорил и решил поддержать спецоперацию. Чего вдруг, да. Ну, это ладно, это такая уже, повторяю подробности. Самое главное, Пригожин рулит. Самое главное, Пригожин важнее Пескова сегодня. Он может заставить, хвост виляет собакой. Пригожин может заставить, да, так или иначе вертеться ужом на сковородке, там, того же сына Пескова, да, и так далее. Он может вводить эту тему. Ему это дозволено. Соловьев его подыгрывает. Соловьев, кому попало, не подыгрывает. У парня с чутьем очень хорошо. Если он подыгрывает в этот бывший прекрасный либеральный экономист и интеллигент, да, я вспоминаю 90-е годы, да, этот, значит, такой бизнесмен либеральный. Если он вдруг вот так вот проникся тематикой Пригожина, ну, значит, это о чем-то говорит. А вот что тут важно для нас, а не эти частости Песков-не-Песков. Пригожин рулит. Пригожин сегодня очень серьезная политическая сила, которая вертит, да, ими очень-очень серьезно. И набирает очки в своем электорате. И, к сожалению, именно его электорат в стране, где, как сформулировал мой один коллега, человек уже до всякой войны на сходе деревенском, человек не сидевший, да, право слова не имеет, в полулагерной стране, в полууголовной стране, в стране, где традиционно сотни тысяч прошли через разные статьи Уголовного кодекса, да, в стране сидевшей и сидящей. В этой стране вот такой вот авторитет, образовавшийся, абсолютно криминальный авторитет, на абсолютно федеральном уровне, это, конечно, очень заметный сдвиг. В каком-то смысле беспрецедентный. Уголовщина всегда была классово близкой. Ее всегда использовали идеологи репрессий. Вот, ну, вспоминаем холодное лето 1953-го и так далее, и так далее. Они всегда держали их, как уголовников, как, так сказать, собак, которых можно всегда спустить с поводка, и спускали с поводка на политических и так далее. Это всегда было на готове. Но так, чтобы сами уголовники рулили политическим процессом, такого я что-то не припомню в новейшей России. Наверное, когда-нибудь было на уровне Салавата Юлаева и Пугачева. Наверное, было и Болотникова. Да, но что-то я так вот в новейшей истории не припомню. Наверное, перед тем, как уйти с этой темы, хотелось бы вот еще что сказать. Там сразу же появились комментарии юристов. Ну, во-первых, утверждается, что сын Пескова по подложным документам попал под лог документов. Это год тюремного срока. Наемничество – это еще семь лет. И незаконное владение оружием – это еще пять лет. То есть, настолько Песков не планирует жить после Путина. Лена, послушайте меня. А захват и удержание власти от 12 до 20 лет. И что вы вспоминаете статьи Уголовного кодекса? Статьи Уголовного кодекса нужны, когда нужно посадить Карамурзу. Тогда специально придумываются для Карамурзы и других специально придумываются чудовищные, внеправовые статьи Уголовного кодекса. А что вы вспоминаете о законе? Он им не писан. Какие-то мелочи, подложные документы, да все что угодно. Они могут давить людей на пешеходном переходе, как сын Сосковца, кажется, Ливанова там, да? Иванова точно, сын Сосковца, по-моему, тоже. Да, просто давить людей на пешеходном переходе, как ни в чем не бывало, и жить дальше. А вы говорите подложные документы. Да забудьте вообще. Они делают, они рулят здесь. То есть пока это малину власти, они могут делать, что хотят. Они убивать людей могут, они могут развязывать войны. А вы про какие-то подложные документы. Вы отстали от жизни, Лива. Зато уголовное дело завели на Алексея Кортнева. Подробности пока нам, да, неизвестные. Но вроде бы как статья об искорблении представителя власти. Формальный предлог, неприличный жест в сторону полицейского. Видимо, я спрятала за вами этот неприличный жест. Но, безусловно, это может быть преследование за антивоенную позицию. В начале вторжения в Украину он высказывался очень жестко, очень жестко высказывал свое мнение. Сейчас напомню, как это было. За последние годы весь мир и, в частности, те люди, которые усердно голосовали за нашу нынешнюю власть, могли убедиться, что каждое их слово является ложью. Сначала они твердили, что не собираются присоединять Крым. Заявляли, зачем нам это, это даже не входит в круг рассмотрения. Примерно через год его аннексировали. Потом врали про то, что не будет повышения пенсионного возраста. Помните, да, сейчас, кажется, с такой мелочью уже. И, конечно, повысили. А затем долго и изощренно врали про то, что не будут вторгаться в Украину. Еще даже так мерзко подхихикивали, типа, ну и где же наше вторжение? А? Саечку за испуг, господа паникеры. А сами просто выжидали, когда закончится Олимпиада. Да, договорились с Дэн Сяопином. И вот теперь, пожалуйста, вторглись. Происходит некая чудовищная, невообразимая вещь в центре Европы, в 21 веке, в цивилизованном мире. Впрочем, между Россией и цивилизацией отныне возводится глухая, непреодолимая стена на долгие годы, а может быть, десятилетия. Ну, мне даже здесь добавить нечего, комментировать нечего. Единственный вопрос, что как Алексей, как у него хватает смелости до этого момента оставаться в России? Понимаете, да? Зоология — это зоология, как пел Леша Кортнев 35 лет назад. Но вам не удастся только одно — это скрестить меня с собой, пел он. Не удалось. И тут мои поздравления нам всем. И в первую очередь спасибо Леше за то, что им не удалось его скрестить с собой. И он остался человеком, сидит из зоологии. И я, мы с ним дружим вот сто лет, собственно, там, 35, наверное, не знаю. И я страшно был рад его видеть и слышать эти человеческие слова из его уст. Это, конечно, месть. Это, конечно, связано с его антивоенной позицией. Что касается непристойного жеста, опять к разговору о законе. О законе. Вот вы завели, да, подложили документы и того, да. Слушайте, значит, им можно убить несколько сот тысяч человек. Развязать войну, запрещенную, кстати говоря, в Конституции. Даже сам призыв наказываем. Они просто ее развязали. И счет жертв вместе с украинцами и россиянами. Я так думаю, что уже очень скоро будет к полумиллиону, да, сотни тысяч жертв. Это им можно. А им показать палец, о, ну что вы. Это нарушение закона. Давайте оставаться в правовом поле. Сейчас мы за этот средний палец, да, вот сейчас что-нибудь, а я ей сделаю. Это мерзость. Никакого закона нет. Они могут пытать, убивать, да, насиловать. А им средний палец не покажи. Да, только большой. Только большой. Ну вот Кортни выбрал другой палец, небольшой. Да. Вот. И мы видим, да, это идет месть. Дальше интересно. Дальше интересно. Потому что вы помните, как было дело против Шевчука? После, так сказать, интересной мысли о том, что родина – это не жопа президента, было заведено уголовное дело. Я с нетерпением ждал результатов расследования. Все-таки они решат, что жопа или не жопа. Нет, но они спустили на тормозах это дело. Отстали, хотя грозились, от Аллы Борисовны Пугачевой. Значит, они мыло не едят. Они понимают, что эта вещь обоюдоострая. Конечно, Кортнив не Алла Борисовна Пугачева. Никто не Алла Борисовна Пугачева. Но, тем не менее, это очень и очень известная фигура. И вот посмотрим, что это обоюдоострая история. Что им покажется важнее? Как бы не будет лихо, пока оно тихо. И, так сказать, все-таки количество людей, которые любят Кортнева в России, на два порядка или на три превышает количество людей, которые любят Путина. Уверяю вас. Вот так. Потому что, ну, чего сравнивать-то, да? Один талантливый, а другой просто упыль. Вот. Ничего, кроме стокгольмского синдрома. Вот. Поэтому будут ли они рисковать? С другой стороны, да, вот сказавший о говоре «Б», и если выяснится, что можно безнаказанно показывать средние пальцы представителю власти, это тоже плохая школа с их точки зрения для населения. Вот посмотрим, что будет дальше. Я искренне желаю, конечно, поскольку, ну, я искренне желаю, чтобы они дали заднего хода, так же, как дали с Аллой Борисовной Пугачевой и с Юрием Леонидовичем Шевчаком. Поэтому я точно так же хотел бы, чтобы они с Алексеем Кортневым тоже дали задний ход. А то, что если искать что-то, вот у нас потом будет рубрика «Болеутоляющая», вот это «Болеутоляющая». Вот Лёша Алексей Кортнев, вот это «Болеутоляющая» в частности. Вот такой человек, не стучившийся. Это очень приятно. Это приятно, но как «Болеутоляющая» не могу, потому что приятно и нервозно. Я ещё раз говорю, что мне всё ещё странно, что он находится в России. И надеемся, что эта история не получит никакого для него травмирующего продолжения. А вот кто находится не в России, теперь тоже о них поговорим. Например, как это ни удивительно. Родственники заместителя министра обороны Российской Федерации. Заместителя целого Шойгу Тимура Иванова. В частности, его жена Светлана Маниович, бывшая, как минимум, формально, но явно живущая не на собственные заработки, как минимум. Фонд борьбы с коррупцией на этих выходных провёл акцию под окнами её дома с требованием выгнать пособницу войны из Франции. Мне, правда, удивительно, что она живёт и всё нормально. Сам Иванов только спустя 7 месяцев попал под санкции, а теперь вот после скандала, после привлечения к этому внимания, как, думаете, Франция может её выслать? Правда, дело осложняется тем, что у неё есть паспорт Израиля. Ну, патриота... Слушай, это частый вопрос. Выслют её или не вышлют, да? А вокруг от Ивановых содрогается земля, писал Саша Чёрный, да? Значит, сколько их там в Министерстве обороны? Сколько их там Ивановых, чекистов, да? Тот, другой, там ещё этот заместитель оказывается. Тут интереснее другое, важнее другое. Там, выпрут её с Елисейских полей или нет, это второй вопрос. А вот важнее сами эти санкции, сами эти санкции, потому что я знаю, ну, моих несколько десятков друзей, которые поражены в правах насмерть, ни о каком шенгене мечтать не могут, наказаны за то, что они соотечественники Путина, Иванова и Шойгу, за то, что они соотечественники этих негодяев, которые развязали войны, которые убивают, развязывают войны, которые убивают, которые воруют. И десятки, это только моих знакомых, а на самом деле, конечно, сотни тысяч, миллионы россиян, которые никогда не поддерживали Путина, никогда не поддерживали войну, платили своими судьбами, в том числе за попытку не допустить Путина снова к власти, за попытку не дать ему в протесте против аннексии и так далее. Путина платили как минимум своими там карьерами, становились маргиналами, ну, например, как я, да, как минимум, или сидели, да, сидели в автозаках, в тюрьмах и так далее. Они поражены в правах. А эти как ни в чем не бывало. Я тут из Испании вернулся, тоже там, полмарбели, там, все чиновничьи семьи, сколько я знаю таких конкретных случаев, да, как ни в чем не бывало, в полном порядке. Как они там договариваются, с кем они договариваются, да, по чем они договариваются, не знаю. Но с этими людьми, как правило, все в порядке. А это к вопросу о целесообразности вот таких массовых санкций, когда они употребляются как установка ГРАТ и бьют по площадям. Это не работает. Это работает в стране с обратной связью, повторяю. Там, где народ, по которому нанесен этот удар, говорит, что за фигня, да, выходит и меняет свою администрацию мирными законными методами, да. В неделю была бы сменена администрация, там, где есть обратная связь. В Пхеньяне и в Ашхабаде, а мы находимся по пути в Пхеньяне и Ашхабад, и гораздо ближе к нему, чем к той же Варшаве, где я сейчас нахожусь, гораздо ближе к Пхеньяну, да, там это не работает. А вот персональные санкции, за которые получил четверть века тюрьмы Владимир Кармоза, работают. Вот что работает. Вот что бесит по-настоящему власть. Когда те, кто по-настоящему виновны в убийствах, в репрессиях, в судебных расправах, когда им наступают на хвост, когда они оказываются заперты в своем Ашхабаде. А то получается странно для россиян Ашхабад, а для, значит, этих всех Елисейские поля и Майами с Цурихами. Странная какая-то ситуация. Еще раз, так проще. Проще просто по факту принадлежности, по факту российского паспорта просто взять и отрезать по периметру. А у этой, кстати, да, мы сами сказали, израильский есть паспорт. Вот она с израильским живет. То есть особенно никто из этих не страдает. Это к вопросу о целесообразности санкций. Очередной пример. А что там будет с этой персональной Ивановой или не Ивановой? Кто она там есть, это не так важно даже. В этом году в России накануне 9 мая отменили полностью акцию «Бессмертный полк». Это, я напомню, кто забыл, самая масштабная, наверное, самая человеческая, самая народная акция памяти павших в Великую Отечественную войну. Виктор Анатольевич, как вы думаете, почему же ее отменили? Слушайте, сначала небольшая правка. Человеческой, народной, она была до того, как подсуетился Кремль и, так сказать, отобрал ее у тех, кто придумал это. Это придумали томские журналисты замечательные, с телекомпанией «ТВ-2». Они придумали, и тогда она была человеческой, народной. Люди выходили с портретами своих погибших, своих родных. Это была человеческая, народная акция. Тут Кремль сообразил сразу две вещи. Первое, что кто-то без их спроса чего-то делает массовое, и Бог его знает, что они потом, да, вот с таким авторитетом, с такими возможностями, с этими массами могут сделать это. Не стоит допускать никакой самодеятельности с точки зрения Кремля. И они немедленно взяли это под себя. Значит, отдавили, отскребли, отлепили от этой акции авторов, закачали бюджетного бабла, и Путин пошел впереди с каким-то фальшивым портретиком. Портретики начали раздавать, это уже были неродные, ничего человеческого в этом не было. Раздавали портреты, а потом на выходе сваливали кучами эти портреты. Мы это показывали и рассказывали об этом тысячу раз. Это была казенная история, совершенно классическая, да, совершенно классический отжим. То, что власть всегда делает со всем, что живое. Все, что шевелится. Все, оно непременно должно, все, что рейтинговое, должно немедленно принадлежать власти, ею финансироваться и ею рулиться. Так что ничего живого уже давно там не было. И фабричным образом изготовлены портреты, которые раздавались, и это все был фальшак. Нет, внутри, конечно, были живые люди с живыми эмоциями, но как мероприятие это было именно официозное путинское уже давно, много лет мероприятие. Почему отменили сейчас? Да вот коннотация поганая, знаете ли, бессмертного полка. Погибшие-то поближе, чем прадеды и деды. Да, погибшие-то братья и сестры, мужья. Погибших-то сотни тысяч, говорят, две. Да, сотни тысяч по России. И не напоминать бы об этом бессмертном полке. И, в общем, решили, видимо, не решили, во что это может вылиться. Черт его знает, во что могло бы вылиться. Решили спустить на тормозах. С точки зрения рациональной, циничной, наверное, правильно. С их точки зрения правильно. Что касается самой акции бессмертного полка, то, повторяю, способность Кремля, вот знаете, как я говорю, ну это не я говорю, это много раз, я только цитирую это. Царь Мидас все, к чему прикасался, превращалось в золото, а эти, к чему не прикоснутся, превращаются в дерьмо. Та же самая святые, правильные и прекрасные вещи. Мы с вами, Виктор Анатольевич, чего уж одними из первых начали кричать чайками от вида певца-шамана. Я имею в виду Ярослава Дронова, но сейчас уже даже провластные блогеры и комментаторы не очень довольны. Смотрите, почему. У шамана вышел новый клип, где он на Красной площади в Кожанке с повязкой на руке исполняет песню с антиутопическим названием «Мы». Тут зрителям не скажут, это понятно, но при чем тут рубрика «Без года неделя». А вы угадайте, в какую дату клип был выпущен. Я думаю, ну ладно, чего не лазите в Википедию, я вам скажу, 20 апреля, в день рождения Гитлера. Это уже просто даже, я не знаю, смешно или не смешно. И у меня полное ощущение, что этот клип бессмысленный. Эта песня уже была, на него есть нормальный клип. Этот клип идиотский, где шаман, значит, просто ходит по Красной площади. То есть он просто снят, как он ходит по Красной площади. Зачем, казалось бы? Мне уже кажется, что мы с вами все долго рассуждали, намеренно ли они используют вот эту вот фашистскую эстетику или просто по дурости. Мне кажется, что намеренно, мне кажется, это какой-то тест. Ну, там, как на него реагируют, как на него реагируют люди, как на него реагируют средства массовой информации. Я только не понимаю, зачем они это делают. Вот смотрите, я тут, с одной стороны, то, что вы предложили, это некоторая конспирологическая версия. С другой стороны, как говорил Станислав Ежелец, хуже всего с правдой обстоят дела в те времена, когда все может быть правдой. Может быть, это просто глупостью. Может. Может быть, это такой вот, таким вот социологическим забросом. Может тоже, запросто может быть. Тут что интересно? Я думаю, что когда он появился, Белобрыфи с повязочкой, и мы показывали тогда всклейку с фильмом Кабаре Боба Фосса «Tomorrow belongs to me», да, поет «Будущее принадлежит мне», поет юный красивый фашист, очень похожий на блондина-шамана, да, и только слепые или не видевшие того Кабаре могли не увидеть этой рифмы. И вот я думаю, когда эту рифму уже увидели, многие увидели и написали, кто-то в администрации сказал, опаньки, ну, давайте посмотрим, давайте протестируем. Это запросто могло быть. Запросто могло быть. По крайней мере, появление 20 апреля, ну, повторяю еще раз, либо идиоты, потому что все-таки для людей, занимающихся политтехнологиями, да, дата 20 апреля, я думаю, что известна. Известна. Еще в советские времена, да, в позднесоветские времена собирались любители нациков, да, собирались, значит, по этой дате. Эта дата довольно известна. Это не день рождения Колумба, да, или Лопа-де-Вель. Нет, это известно. Эта дата известна. Вот. Поэтому я думаю, что совершенно не исключено, что они решили проверить. Еще раз. Тут ведь они ничем не рискуют. Если бы было общественное мнение о всех, кто про что в шивы и пробане, с инструментами воздействия, если бы это можно было показать в прайм-тайм, с комментариями, потрясти их за грудки, если бы телезрители потом становились избирателями, если бы была партия, которая представляет интересы антифашистов, то тогда фашисты, которые вот такие вот забросы делают, сильно бы рисковали, властные фашисты. А эти ничем не рискуют, потому что кто-то ужаснется, кто-то схватится за голову. Но влияние того электората, политическое влияние того электората, который схватится за голову от этих сближений, и который вообще знает, кто такой Боб Фост, когда родился Гитлер, это сегодня, мягко говоря, не влиятельный электорат. Мы с вами вообще не электорат. Мы с вами мусор под ногами этой путинской истории. А те, кто определяет эту историю, и те, от кого зависят, те, кто определяет эту историю, этот электорат, вот и на нем можно протестировать. Степень деградации, степень готовности к окончательному, уже официальному фашизму, почему не проверить? Может быть. Повторяю, хуже всего, повторяю, цитирую, хуже всего с правдой в те времена, когда все может быть правдой. Красивый молодой человек с хорошим чувством юмора. Так, 70-летняя москвичка Ольга Слегина высказалась о Владимире Зеленском, когда обедала в санатории, где отдыхала. И сразу три доноса написали на нее за восхваление украинского президента. Был суд, дали штраф 40 тысяч. Комплимент как состав преступления. Лена, самое интересное там, что ее осудили за дискредитацию вооруженных сил России. Я судорожно пытаюсь понять, вот как связать симпатичность и чувство юмора президента Украины с дискредитацией. Ну, бог с ними, ладно. Логики туда сказать не надо. Тут самое важное, опять-таки, социальное. Социальное. Конечно, на фоне 25 лет Карамурзе 40 тысяч штрафа, это просто, можно сказать, отпустили в освояси. Отпустили в освояси. Но тут вот что интересно. Снижение норм, мы об этом очень часто говорим по разным поводам, снижение социальных норм. Трое донесло, вот из этого пенсионного застолья, да, в санатории. Трое донесли на эту пенсионерку. То есть, собственно, видимо, все, кто сидели за столами. Может, официантка, не знаю. Массовый донос. Это симптоматика. Это же не Путин, в отличие от Карамурзы, где Путин велел дать 25 лет. Это же не Путин. Это Путин только провел операцию растления. Он дал понять, что это норма, что доносить можно. Он задал эти правила игры. И люди радостно ринулись в эту грязь. Вот что. Он разрешил вывалиться в грязи. Он ведь не толкал этих людей в грязь. Он им разрешил вывалиться в этой грязи. И они вывалились в этой грязи. Тут ведь что интересно. Вот те, кто донесли, вот эти трое неизвестных доносчиков, ну, предположим, им искренне нравится Зеленский, нравится Путин. Но еще какое-то время назад они бы не пошли стучать. Нет. Они бы поругались, они бы покричали, они бы рассудились, вышли из-за стола. По-пенсионерски. Как-то вот в этом санатории этот санаторский спор бы и закончился. Еще какое-то время они бы постеснялись доносить. Потому что это было бы неприлично. А сейчас выясняется, что это прилично, что они в норме, что они, более того, они патриоты. Более того, если они не донесут, а если пенсионеры, то они помнят. Или им рассказывали. Да, лучше самой донести. Потому что сам не донесешь, другой донесет, а ты, значит, слышал и не донес. Как-то нехорошо получать. Нормы. Катастрофически сползшие нормы. Вот что в этом случае самое очевидное и самое общественно важное. А так это, конечно, чистый швейк. Просто чистый швейк. Я сначала не поверил, честно говоря, глазам, когда прочитал это, но полез, немножко дождался действительно подтверждений. Но сначала не верилось, что это возможно. Возможно. В Уфе сейчас судят Лилию Чанышеву, бывшую координаторку штаба Навального, местного штаба Навального, человека, который действительно много сделал для Башкирии. И об этом может узнать каждый, потому что в интернете сегодня, в понедельник, мы записываем эту программу в понедельник, появился подробный ролик о ее деятельности, который сделали бывшие коллеги. Мы дадим на него ссылку в описании. Сейчас покажем вам короткий фрагмент. Лилия никогда не призывала выходить на митинги с оружием, никогда не призывала свергать власть и устраивать погромы и провокации. Лилию судят лишь за то, что она боролась за прекрасную Россию будущего и вставляла палки в колеса коррумпированной администрации. Меньше воруйте, господа. Меньше ешьте на приемах Кабирова. Меньше повышайте ему зарплату. Перестаньте фальсифицировать выборы и платить пропагандистским СМИ. Вместо этого, вместо этих очевидных способов экономии вы снижаете расходы на спорт на 2 миллиарда, на культуру почти на миллиард. Она из тех, кто вопреки путинской системе смогла быть первой во многом. Увы, она и стала одной из первых, кому за блестящую политическую работу в путинской России грозит драконовский срок. Потому что она вину не признала, она деятельность структур Навального экстремистскими не признала, она отказалась предать себя и товарищей, и за это она может понести такую вот ответственность. Вот у меня, когда я думаю о Лиле, все время, значит, есть надежда и есть то, что, кажется, должно подтолкнуть наших судей, дать как можно ей больше. Потому что, с одной стороны, она женщина, и вот так показательно и страшно женщину на 18 лет на наших глазах, кажется, не посадят. Или посадят, уже не знаю. С другой стороны, она такой человек, который не сломалась. Есть несколько примеров из команды Навального, кого удалось сломать, кто дал признательные показания, дал показания на своих бывших коллег, но не она. То есть она вот прям очевидно демонстрирует всем свою стойкость. И я не знаю, что ей за это дадут по максимуму, или все-таки хотя бы за то, что она женщину немного скостят. Лена, вы опять отставите от жизни, по-моему. Я бы хотел, я бы очень хотел ошибиться, чтобы ей скостят. Понимаете? Ну вы же слышали, да? Вы что, охренели? Спросила она. Вы что, совсем охренели? Это риторический вопрос. Они совсем охренели? Они совсем охренели еще тогда, когда ее депутаты выволакивают из зала, просто во время речи. Представители народа, между прочим, народовластия типа. Она выступает. Да, вот просто выводят, это мужики. И начинают ее волочь. Они охренели давно. Еще когда эта пленка снималась, они охренели. А с этих пор они доохренели. Мы знаем до каких уже показателей. Поэтому надежды у меня, честно говоря, очень мало. И именно потому, что она не сломалась, потому что она стойкая, потому что она символизирует, не скажу Россию будущего, нет, к сожалению, такого будущего, как Лидия Чанышева, не будет у России в ближайшее время, точно. Вот. Она символизирует достоинство, честь. Да? И именно потому, что она внятно символизирует достоинство, честь и сопротивление этому подонышному режиму. Именно поэтому из педагогических целей, как мне кажется, ей дадут очень серьезный срок. Другое дело, что я очень надеюсь на то, что она близко не отсидит до того двузначного срока, который ей могут дать. Это другой вопрос. Но дадут, я думаю, что дадут. Не посмеют не дать, я бы так сказал. Люди, которые смотрят наверх не в законы и не в право, какое тут право, а смотрят только в сторону Кремля, а тем более Уфа, да? Да? И, значит, как в Москве? В Москве же следят за этим. Это вы что? Если ее там, представьте, вот такой фантастический вариант, вот возьмут ее и оправдают. Ну, оправдают. Вы представьте, что будет с администрацией Уфы, которая не обеспечила, не обеспечила приговор. Должны были обеспечить, поработать с судьями. Так что, к сожалению, я не очень верю в чудеса. Эти люди смотрят, да, они просто ничего кроме собственных, так сказать, задниц их не интересуют. И поэтому судьба этого приговора почти, мне кажется, предрешена. К сожалению, очень хочу ошибиться. Вот просто буду рад. Счастлив ошибиться. А может в этой ситуации еще помочь? Опять я отстаю от жизни или все еще может помочь какая-то максимальная огласка, какой-то максимальный ежедневный разговор или бесконечные призывы, хотя бы побояться Бога, если уж не законы и совести? Ну, разумеется, давление работает. Разумеется, давление работает. Оно работает не так, как в свободной стране, где давление, собственно говоря, народа, избирателей, прямо отражается на составе администрации. Просто администрация в свободной стране не может пойти поперек здравого смысла, закона, человечности. Ее просто не будет администрации. Механизмы для этого есть. В нашем случае речь только идет о том, что мощная общественная поддержка, вот сколько нас есть, да, вот вспоминать это именно, да, во-первых, самой Лилии это будет важно, что она хотя бы о ней помнит, хотя бы за нее кто-то переживает. Это очень важная вещь, очень важно. Но и давление в принципе может как-то сработать, ну, повторяю, да, войдет в список, войдет в обменный фонд побыстрее, да. Когда будут менять на очередного какого-нибудь путинского уголовника некоторое количество приличных людей, как-то принято на нашей территории, то, значит, может быть, ее включат в этот обмен. Посмотрим, дай бог. Всем, кто хочет, чтобы Лилия держалась, поддержать ее, чтобы выразить свои эмоции по поводу того, что с ней происходит, мы обязательно оставим в описании к этому видео способ, как вы можете написать Лилии Чанышевой. А теперь нам всем нужно более утоляющее, конечно. Что нам еще остается в это время? Может быть, вежливость, по крайней мере, так считает Роман Либеров, журналист, которого я посмотрел, интервью, которое я посмотрел у Дудя, и меня действительно очень поразила та мысль, которую в самом финале этого интервью он высказал. он говорит, что нам всем нужна элементарная вежливость. Как это поможет остановить войну? Это поможет нам пережить. Это, может быть, не поможет остановить войну, войну уже вежливостью не остановить. Но это поможет нам ее пережить и что-то делать дальше друг с другом, а не всем к окончанию этой войны без конца между собой переругаться. Так что не с кем будет разговаривать. Нам, друг другу. И вообще, как во время войны насколько это безнравственно друг другу не помогать. Даже если тебе это в напряг, даже если ты не хочешь этого делать. Это же просто безнравственно. Особенно, когда тебя просят о каких-то ну, невинных вещах. Так, так. Меня это потрясает. Просто потрясает, что мы не способны договориться. Даже сейчас. Сколько должно погибнуть людей, чтобы вы перестали думать только о себе. чтобы на секунду ты понял, что есть другой человек. И его по возможности лучше не ранить. Как говорят в Твиттере, Виктор Анатольевич, узнали? Согласны? Это не про вежливость. Согласен всей душой. Вы как будто специально не зачитаете ли вы мой Фейсбук. Там, да, у меня последняя пара текстов было про это. Про то, что почти невозможно дискутировать, потому что на втором шаге, причем дискутировать с противниками Путина, противниками войны. Мы же не с шаманом разговариваем, да, и не с Гиви, с Моторолой. Со своими вроде бы все против войны, против Путина, за победу Украины, за возвращение к нормальной, правильной человеческой жизни, да, но срач стоит такой, что невозможно на втором повороте начинаются взаимные пощечины, оскорбления. Почти невозможно разговаривать. Очень узок круг, я все еще оппонентов, знаете, оппоненты очень дорого стоят. Оппонент это человек, с которым можно сущностно поспорить, вот как раньше учили, тезис, антитеза, синтез, доводы, Декарт, логика, да, взять какой-то там, вот мы расходимся в позициях, пошелушить проблему, понять, где, да, где расходимся при общих системах, почти невозможно. Потому что вой, стон, оскорбления стоят, да, улюлюканье, оскорбления, мы друг другу, это не совсем про вежливость. Должен сказать, что просто такое ощущение, что немножко военное время, да, съехали сглузды очень многие, и это стало совершенно типовым. я понимаю отчаяние замечательного Романа Либерова, но это не совсем про вежливость. Вежливость это все-таки нечто how are you fine, да, это некоторое, тоже не мешало бы, кстати, но это все-таки некоторые внешние. с этого начать хотя бы, нам хотя бы начать вот с этого. Спасибо, пожалуйста. Да, начать с того, что если человек придерживается другой точки зрения на какую-то проблему, ну, если он не предлагает убивать просто людей другой национальности, тогда надо его от него просто закрывать дверь и уходить, запирать его желательно снаружи, да, и уходить подальше. Но если это человек, который просто по-другому оценивает фильгу Русуляка или там какую-то еще тему, просто по-другому оценивает, не сразу ему делать вселенскую смазь, да, и называть подонком, негодяем, тварью, мразью, да, но ведь невозможно, повторяю, вот мы сегодня, да, и это не совсем вежливость. Но начать надо с, да, как назывался Филипптон Леонида Лиходеева, да, мальчик, скажи тете здрасте, да, скажи дяде здрасте, скажи здрасте, да, хотя можно начать даже с формальных вещей, но в принципе это называется не формальная вежливость, а это называется уважение, это называется правило приличия. Мне кажется, что мы в военное время дает как бы индульгенцию на истерику. Мне кажется, зря, мне кажется, мы не должны давать себе этих индульгенций, да, мы должны держаться в своей бранжи, как сказано у Бабеля. И станет полегче? Полегче станет. Он точно сказал, войну не остановят. Станет полегче в том смысле, что мы надо научиться разговаривать. Теперь это уже носит характер лечебный, потому что мы уже вышибли себя из норм. Надо, да, надо возвращать нормы, надо возвращать нормы общения, нормы общения. Это всё, это очень важная вещь. Я с вами тут согласен, это очень важная вещь, то, о чём сказала Лидия. Тут Виктор Анатольевич между делом сказал, не знаю, читаете ли вы мой Фейсбук. Мы не только читаем ваш Фейсбук, но и всем рекомендуем, и ссылка на него, конечно же, всегда, всегда есть в описании к нашим трансляциям. Поэтому, кто тоже хочет завести себе такую привычку читать Фейсбук, Виктор Шендерович, пожалуйста, милости просим. Ну, и кажется, это всё, что я собиралась на сегодня с вами обсудить. Хотели что-то добавить? Да, я только хочу сказать, в связи с вашим предложением читать мой Фейсбук, я хочу сказать, что я какое-то время назад, до войны, за год до войны, открыл комментарий. И то, что я сейчас вот сказал, это мой последний лепет монолог, жалкий, с жалобами, это отчасти потому, что я открыл комментарии и вижу температуру неприятия и ненависти, температуру раздражения, температуру истерики. Я не собираюсь закрывать комментарии, и те, кто читает мой Фейсбук, могут комментировать, может быть, я даже это увижу. Но я бы хотел призвать не соглашаться со мной, непременно во всем, что я пишу. Но оставаться в рамках приличий, комментируя это. Вот-вот, получите дозу боли утоляющего еще и в таком виде. Попытайтесь, попытайтесь вот начать с себя, и я тоже попытаюсь, чего уж, вот эту вот вежливость хотя бы элементарную, хотя бы для начала. Ну и не уходите от нас без лайка, пожалуйста, потому что так вы не только сделаете нам приятно, но и поможете распространять это видео, чтобы его посмотрело как можно больше человек. YouTube будет выдавать его в рекомендации, обязательно подпишитесь, если до сих пор этого не сделали, и вежливо комментируйте, пожалуйста, очень просим, и нас в YouTube. Скоро увидимся. Счастливо. Спасибо.